Прежде чем перейдем к созданию карточки, я хочу вернуться на один маленький шаг назад и обсудить, каким же именно образом я понял, что параметр, который сюда передается, находится именно вот здесь, request.params.card.id. Это, конечно, можно сказать, один из моих рецептов, который я уже давно проверил и использовал, но представим себе, что мы не уверены, что происходит у нас вообще в реквесте, то как можно его оценить, как можно его проверить. Да, мы можем его вывести в console.log вот так, request. Давайте, посмотрите, я в console.log request его вывожу, запускаю сейчас, delete, запускаю, и можем посмотреть теперь, из чего он состоит. Реквест достаточно большой объект, вот, достаточно большой объект, и консоль не самое лучшее место для того, чтобы его проанализировать. Что можно использовать для того, чтобы проанализировать этот запрос? Точнее, ну да, сам запрос и его составляющие части. Лучше поставить точку останова и запустить дебаггер. Как это сделать? Я ставлю точку останова, иду вот сюда в add configuration, у меня пока здесь пусто, пусто, нажимаю плюсик, и выбираю вот это attach to node chrome. Вот просто его выбрал, нажимаю apply, я предполагаю, что он заработает сам по себе. Если не заработает, жалко, конечно, нужно будет разбираться. Нажимаю потом на жука, нажимаю на жука, дебаггер говорит connected, то есть уже подключился, это хорошо. Хорошо. И теперь нужно, сейчас проверю, если он сработает сам по себе, если нет, то нужно будет перезапустить его. Да, он сработал и удивительно, удивительно четко, удивительно четко. Здесь он показывает мне, вот он остановился здесь, и он показывает, что у меня сейчас есть, что у меня сейчас доступно. Не только вот то, что у меня на этой строке используется, типа реквеста, а вообще все то, что у меня сейчас есть. У меня есть реквест, мне в принципе реквеста было интереснее, чем остальное. У меня есть реквест, и в реквесте есть, я вот не ставлю, ставлю, тут есть метод, есть еще какие-то статус-коды, параметры, видишь, парамс. Вот парамс, и внутри парамс находится вот эта карта 2. Отлично, у меня еще есть какие-то квери, еще есть роуты, в самом роутере тоже можно посидеть, покопаться, если это надо. Обычно это не надо, можно даже посмотреть, вот я реквест закрою, есть карточки. Что на данный момент находится в карточках? Вот, такая вот штука. Хорошо, небольшая была такая лирическая пауза с дебаггером. Давайте переходить теперь к созданию карточки. Как мы будем создавать карточку? Очевидно, что создание карточки будет делаться методом пост. Почему очевидно? Потому что так вот общепринято, что если мы что-то создаем, то это, скорее всего, будет методом пост. Но уж точно не методом delete и не методом get. Для того, чтобы сделать это, что пишем? Up.Post на Up.Post. Потом внутри добавляем первый параметр у нас, это путь. А путь будет такой же, card. Путь точно такой же, card. После этого мы добавляем сюда стрелочную функцию. У него первый параметр будет request, потом будет следующая часть, это response. Точнее, это аргументы. Ну, не так важно. Response. Их можно путать. Так вот. Request.Response. И сюда мы будем писать то, что будет приходить. Точнее, мы будем создавать новую карточку, добавлять ее, пушить в этот массив. И потом назад возвращать какой-нибудь ответ. Типа... Типа вот так. Слово даже. Card. Card create. Просто card create. Можно так делать? Да. Конечно, так можно сделать. А, вот я думаю, что неправильно. Рез. Да. Вам шторм хорошая штука, подсказывает, где вы неправильно написали. Поэтому очень внимательно смотрите, чтобы во время написания кода у вас не было здесь красных полосочек. Если у вас есть красные полоски, значит, вы что-то пишете неправильно. Поэтому внимательно просмотрите. Лучше смотрите эти видео так с паузой. Просмотрели, остановились, написали. Продолжайте дальше. Вот. Пост сделали. Но мне важно здесь получить то, что я буду передавать в баде. Так, сейчас до этого дойдем. Я его здесь сохраню. Сделаю новый контроллер. Точнее, новый роуд. Назову его... Так, я это делаю дубликат. Назову его card create. Card create метод. Теперь будет метод пост. Буду отправлять его тоже на этот же адрес. Но у них же разные методы. У кого-то метод get, у кого-то метод post. Поэтому они между собой не пересекутся. Вот, отправляю card в баде. В баде я пишу здесь. Выбираю здесь row. И выбираю JSON. Чтобы мне можно было тут писать JSON формат. Я хочу создать новую карточку. У нее будет name. Кстати, это JSON. Поэтому нужно следовать правилам JSON. Name у нее будет new card. Так, new card. Статус. Нужно обязательно дать. Статус. Или какие мы там поля ставим. Да, статус и приорити. Я вот так скопирую их. Вот. Статус. Нам нужно использовать двойные кавычки. Не одинарные. Потому что в JSON нужно использовать только двойные кавычки. Одинарные он не примет. Приорити. Ну, например, 5. Review. Статус будет to do. Вот так, to do. Вот это я здесь делал. Теперь, если я отправлю запрос, он мне скажет card created. Но никакой карточки он не создал, потому что в самом коде нет ничего того, чтобы карточку создавало. Просто пришел запрос, пост, и он просто говорит, карточка создана. На самом деле, ничего он там не делал, никакой карточки не создал. Такая себе обманка. Мне нужно сейчас понять, что именно приходит, где я могу этот buddy получить. Где я могу этот buddy получить. Давай я напишу здесь console.log.request. Сразу хочу вам сказать, что нигде мы buddy этот не получим. Так, напишу console.log.request. Запускаю дебаггер. Запускаю дебаггер. Он готов. Теперь запускаю запрос. Он остановил код выполнения программы здесь. И мы можем теперь покопаться в реквесте. Нам нужно понять, где в реквесте находится вот этот объект. Потому что мы его передали в buddy. Теперь нужно его найти. Смотрим, смотрим. Может быть здесь будет какой-то buddy. Ничего. В реквесте buddy нет. Да, в реквесте buddy нет. То есть его там нет. А это обусловлено тем, что нужно ставить дополнительный пакет. Нужно ставить пакет, который будет заниматься вот этим парсингом. Парсингом этого запроса. Так, какой же пакет нужно будет поставить? Этот пакет будет заниматься парсингом запроса. Поэтому можно, конечно, взять его быстро загуглить. Типа, почему я не вижу, почему я не могу его прочитать, почему я не вижу buddy и так дальше. Я вам сэкономлю немного времени. Этот пакет называется buddy parser. Да, этот пакет называется buddy parser. Смотрим, как он работает. Buddy parser. 16 миллионов. 16 миллионов в неделю его скачивают. То есть, поверьте, без этой штуки как-то не смогли обойтись. Как его подключить? Пишем buddy, подключаем его buddy parser. У меня всего лишь один пока рабочий файл. И я буду подключать его сюда. Все-таки var я заменю на const. Buddy parser подключил. Теперь смотрим дальше инструкцию. Что нам нужно сделать? Много всего написано. Написано. Хоть бы какой-то пример дали. Вот, наконец-то, примеры. Прямо как по-нашему. Так как мы пишем, так же они и предлагают. Значит, это у нас есть, это у нас есть, это у нас тоже есть. И это у нас тоже есть. А вот этого у нас нет. Этого нет. Можно его тоже взять. Вы, когда будете читать документацию, вы всегда смотрите, смотрите на примеры. В примерах есть все необходимое для того, чтобы собрать, собрать рабочую связку. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим. Нам нужно вот это url encoded и body parser JSON. Да? Я думаю, что вот этого как раз нам будет достаточно. Поэтому я это копирую. Иду вот сюда. Вот, где она только началась. Вот, пускай она так находится. Сохраняю. Сервер. Сервер должен сейчас перезапуститься. Смотрим. Смотрим терминал. Ладно, я его очищу. Очищение терминала в маке называется это command key. Command key. Очищаю терминал от прошлых записей. Вот, например, я сейчас поставлю точку запятой. Нажму. Или даже две точки запятой. Нажму сохранить. Вот он перезапустился. Если нужно очистить этот терминал, там много всего написано, нажимаем command key. Нажали. Теперь смотрим, что у меня стоит точка останова. Жучок. Жучок, наш дебаггер. Он не работал, поэтому его нужно опять включить. Дебаггер ждет. Отправляю пост еще раз. Отправил пост еще раз. Захожу в request. И ищу здесь то место, в котором у меня будет находиться тот запрос. Ну, именно бади. Вот бади есть. Вот бади сюда пришел. Очень просто. Бади пришло. Пишется name, статус, приорити. Супер. Супер. Поэтому можно сейчас его пока остановить. Мне уже дебаггер не нужен. Я понял, что бади находится внутри реквеста. Поэтому пишу, значит, const card равняется. То есть здесь будет находиться моя новая карточка. Она придет из реквеста. И там будет бади находиться. Вот там, тут будет находиться новая карточка. И теперь, чтобы эту новую карточку добавить, я пишу cards.push. Добавляю ее. И вот так пишу card. Но есть же какая штука. Когда эта карточка добавится, у нее не будет айдишника. У нее не будет айдишника. Давайте это сделаем сейчас, чтобы проверить, как это работает. Вот я отправил еще раз запрос. Теперь иду get all cards. Нажимаю send. И вот приходит моя новая карточка. У нее нет айдишника. Кстати, вы заметили, что карточка 2, она появляется здесь. Она появляется, потому что сервер перезапускается. И все начальное состояние возвращается. Вот. Нет айдишника. Поэтому, чтобы его добавить, я попробую здесь воспользоваться вот таким вот синтаксисом. Надеюсь, что это пройдет. Потому что, может быть так, что вот эта версия ноды, точнее этот синтаксис, он нуждается в переделке в старый формат. Но, если нужно, я и по-старому напишу. Для генерации айдишника я воспользуюсь mat.random. И потом развернем обратно карт. Вот так это будет сделано. Он подсвечивает, почему... Он что-то там определил. А, он здесь пишет. Он определил, что у меня здесь везде строки. А здесь у меня будет число. Хорошо. Поэтому я его могу перевести в строку. Для этого можно написать вот так string. Либо можно поставить здесь, так, точку to string. To string. И теперь вроде как должно уйти. Сейчас посмотрим. Ладно. Пускай. Пускай так будет. Теперь я отправлю запрос на get all cards. У меня той карточки нет, потому что сервер только перезагрузился. Нажимаю на get создание карточки. Он говорит создал. Иду опять на получение всех карточек. И вот я ее получаю. Вот она. Вот эта карточка. У нее новый айдишник, сделанный из мат.random. Есть имя, есть статус, есть приорити. И что теперь я могу сделать? Я могу new card 2 отправить с новым приоритетом. Иду обратно, проверяю. И вот теперь еще одна карточка добавилась. Все очень просто. Еще одна карточка добавилась. То есть вот так можно их добавлять. Что у нас есть теперь? У нас есть теперь еще айдишник. Для которого и можем его использовать для того, чтобы удалять. Сейчас попробуем отправить сюда айдишник для того, чтобы удалить одну карточку. Нажимаем. Одну карточку удалил. Давай я еще вот эту удалю отсюда. Посмотрим, как это работает. Нет ли у него каких-то проблем с точкой. Ну, по предыдущему запросу видно, что никаких проблем с точкой нет. Давай еще первую удалю. Все, первую удалил. Нажимаю get all cards. И здесь получаем тот же самый список. Я надеюсь, что как-то вот эту штуку я внимательно прочитаю и предложу решение уже потом. Либо будем его просто игнорировать. Пока что сделайте вот эту часть, чтобы вы могли создавать карточку через пост-запрос. Здесь обязательно у вас должен быть бодипарсер. А, модуль. Он его использует, но он его не установил. Это важная штука. Просто так его, конечно, ну, я даже удивляюсь, как он работает. Возможно, он где-то установлен в других у меня, в верхнем пакете. В каком-то. Ух ты. Да, поэтому его нужно установить. Потому что в пакедже Sony его здесь нет. А он должен быть. Он должен-должен. Поэтому берем вот эту команду. npm install body parser. И пишем сюда. Можем остановить его. Установить. И опять запустить. Все. Body parser появился. Теперь здесь он не подчеркивается вот таким образом. Здесь продолжает подчеркиваться, потому что он говорит, что что-то с аргументами не так. Может, не нравится. Ну, это мы с ним определим потом. Подумаем, что можно сделать. Ваша задача сейчас сделать так, чтобы вы могли создавать карточку через Postman, удалять карточку через Postman и получать список карточек тоже через Postman. Субтитры создавал DimaTorzok.